МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Александр Каменный. Александр Эдуардович, что, на Ваш взгляд, интересного за последнее время произошло в мире? В Венгрии не хочет принимать мигрантов-мусульман. Премьер-министр Орбан назвал их захватчиками. А почему так? Что они хотят захватить? Ну, наверное, потому они хотят принимать, что знают, что эти ребята вытворяли во Франции. И вытворяют до сих пор. Кто интересуется, может прочитать книжку «Мечеть Парижской Богоматери». Это во-первых. А во-вторых, конечно же, если их не примут туда, они приедут сюда. Во-первых, чтобы здесь осесть. А во-вторых, чтобы через Украину уже двигаться дальше в Европу, через нашу страну. Вот такая новость. Германия. В Германии опять волна репатриации из бывших республик Советского Союза. На первом месте по отъезду на историческую родину Казахстан, на втором месте Россия, а на третьем месте Украина. Поэтому, как говорится, скоро останемся без немцев. Не хотелось бы. В Польше они построили ряд новых кораблей и решили дать им название бывших польских городов. Это каких? Львов. Это Львов, да. Тернополь, ну и там еще и Мильнюс. Ну, как-то так, знаете, нехороший сигнал. Нехороший сигнал. Они напоминают какие-то исторические факты, которые, в общем-то, неприемлемы сегодня, в связи с тем, что уже границы обозначены, и менять их, конечно же, категорически нельзя. Я думаю, в первую очередь сигнал нам, Украине. Украине. Александр Эдуардович, на сегодняшний день каково положение Украины в мире, как вы считаете? Вы знаете, нас как бы используют в большой политической игре, скажем так. Своя игра у Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации. И они как бы разыгрывают такой, знаете, большой политический теннис. А Украина – это мячик в этой игре. У нас нет друзей, по сути дела. Каждая страна решает свои какие-то проблемы и использует Украину как инструмент в борьбе против других стран. Что крайне, конечно же, неприятно. Если бы мы были сильны, то вряд ли бы это происходило. Ну, кроме всего прочего, еще такая информация, что Украина сегодня в рейтинге свобод на 62-м месте. Я так понимаю, что за нами просто уже остались какие-то слаборазвитые африканские страны. И это тоже неприятно. Столько было надежд на свободу. Сегодня они не оправдались. И надо говорить об этом прямо. Ну, понятно, свобод нет. А что есть тогда у нас? Есть у нас огромный дефицит в больницах врачей, которые сегодня массово эмигрируют в Европу. Потому что там гораздо лучшие условия для работы, для жизни. Ну, это совершенно понятно. За 26 лет существования независимого государства мы не смогли обеспечить врачам достойную зарплату, достойную работу. Поэтому, еще раз говорю, как и в предыдущих передачах, через лет 5 просто никому не рекомендую болеть, потому что никто вас не вылечит. Сейчас у многих на слуху закон о реинтеграции. И перед тем, как мы перейдем к его обсуждению и поговорим об этом законе, я бы хотел услышать ваш комментарий по поводу высказываний министра иностранных дел Украины, Климкина, о том, что с Россией надо разговаривать языком силы. Это его фраза, да? Ну, я так понимаю, что в России после этих слов просто так перепугались. Там панико, наверное, в Кремле, они готовятся к эвакуации, понимаете? Как вам сказать? Эти заявления все, вот эти вот, ничего не значащие. Вот вы сказали, что Клинкин заявил это, а я анекдот вспомнил. Интересно. Два молдаванина, это анекдот советских времен, нашли гранатомет. Вышли на пустырь и говорят, ну, давай вот в сторону Кишинева, давай как стрельнем там по Кишиневу. Один говорит, не-не-не, у меня там теща живет. Ага. Ну, давай по Террасполю, вот в ту сторону там Террасполю, как стрельнем, второй говорит, не, у меня там же брат живет с женой. Нет, не могу. Говорит, а, вот давай, вот там находятся бельцы. Вот давай по бельцам, как бабахли. Он говорит, давай. Прицелился, нажал, взрыв, пламя, катастрофа. Лежат они оба в бойнице, все переломанные, в гипсе, перевязанные, еле говорят. Один другому говорит, послушай, ты представляешь, что сейчас делается в бельцах? Ну, то же самое с Климкиным. Представляешь, что сейчас Москве делается? Да хватит уже бредить, в конце концов. Ну, хорошо, теперь о законе о реинтеграции. Ваше мнение? Ну, там масса поправок каких-то было, и я так понял, что хотят назвать Россию страной-агрессором. Ну, да. Я не понимаю, почему ее не называют страной-агрессором после захвата Крыма. Это агрессия в чистом виде. А завязывать это все на Донбассе, как-то я не знаю, что это за страна-агрессору, которой мы покупаем уголь и пользуемся российским газом. Ну, через Европу. Это первое. Ну, кроме всего прочего, мы им там еще и конфеты посылаем. Это первое. Что дальше? Вот сидит на телевидении депутат. Я смотрел это буквально дня два-три назад. Депутат из БПП. А надо сказать, что когда-то существовало два таких понятия. Первое понятие было такое – городской сумасшедший. А второе понятие – сельский дурачок. И вот у меня последние годы ощущение, что они все собрались в одном месте – в Верховной Раде Украины. Так вот представитель этой Верховной Рады, депутат, сидит и говорит, так, понятная реинтеграция, значит, мы сейчас это Донбасс мы забираем, значит, там границу с Россией перекрываем. Беженцы все, которые из Донбасса, мы их обратно начнем восстанавливать, прокуратура там будет требовать. Я сижу, думаю, может, я с ума сошел? Какой-то театр абсурда. Мы забираем, мы это прочее. Слушайте. Ну, во-первых, я понимаю, для чего им реинтеграция. Скажем так, туда будут направлены новые денежные потоки. А денежные потоки для того, чтобы половину украсть как минимум. А во-вторых, я хочу объяснить этим, которые бредят. Понимаете, в чем дело? Территорию-то вернуть можно, в принципе. Ее можно было и не отдавать. Но людей-то вы вернете, тех, которые не верят в Украину? И надо сказать, что именно националисты, свобода, там другие, своими лозунгами толкнули людей Донбасса в объятия к этим негодяям-боевикам и сепаратистам. Вот этими лозунгами. Да сейчас мы будем все по-украински, русски. Ну что, ребята, там же жили русские люди, граждане Украины. Поэтому вот этот закон, он использован как бы в полном объеме, не будет в связи с невозможностью. А руки на нем нагреют, конечно, очень многие из чиновников нашей страны. Вот что я могу сказать по поводу вот этого закона. Понятно, понятно. Посмотрим, действительно. А что вы можете сказать по поводу закона об инвалидности? Я, честно говоря, не очень хорошо знаком с ним, но, по-моему, знаю, что слово «инвалид» теперь используется не будет. Теперь будут говорить вместо «инвалида» и писать «люди с инвалидностью». Как будто от этого что-то поменяется для этих людей в лучшую сторону. Конечно же, нет. А вообще, я вспомнил, знаете, вот эти вот понятия. При советской власти уже были такие понятия. Были национальности русские, украинцы и лица еврейской национальности. Тогда это не просто не говори «евреи» и «не инвалид». Поэтому сейчас инвалиды говорить не будут. Где этот чертов инвалид? Не шуми! Я инвалид! Я не думаю, что что-то изменится в лучшую сторону для этих людей, которых мне искренне жаль, потому что инвалиды за рубежом – это одна жизнь, которая не очень отличается от жизни других людей. Их и лечат, и огромное количество возможностей участвовать в этой жизни в полной объеме. А в нашей стране быть инвалидом – это ужасно, потому что государство совершенно не заботится об этих людях. Александр Ударович, как Вы прокомментируете предложение БПП принять закон о фейках? У меня вопрос просто возникает. Ну, во-первых, как будут определять, что такое фейк? Да, интересно. Фейк ли это? А во-вторых, а кто это будет определять и выносить решение? Кто? Медио-эксперты? Сейчас модно, внизу пишется медио-эксперт. А что это за профессия медио-эксперт? Где на нее обучают, на эту профессию? Поэтому не думаю, что найдутся нормальные профессиональные люди, которые будут определять, что такое фейк. Ну, и другой вопрос возникает. А как быть с фейками? Вот как быть с фейком, что Украина движется вперед, а не назад, да? У нас же все фейк. И то, что мы расцветаем, и то, что у нас все хорошо, и будет еще лучше. Вот как с этими фейками бороться? И вообще, надо понимать, что под борьбу с фейками подложат просто борьбу с инакомыслием. Начнется борьба с журналистами. Поэтому это такой вопрос серьезный. Я так понимаю, это БПП, да, предложил? Да, это предложение БПП. Это будет цензура. Другими словами, как вот ввести цензуру? Они все время что-то придумывают под другими названиями. Введете цензуру, значит, денег не получите за границей. Поэтому, чтобы деньги получить за рубежом, будете делать все, чтобы не раздражать тех, кто дает. Вот. Вообще, нищим выдергиваться не надо. Дали, наклонитесь, спасибо, и отползите. Я надеюсь, вы меня понимаете. А тут вот еще мало того, что стоят с протянутой рукой, еще и делают вид, так сказать, обедневших графьев и князей. Не надо. Стоишь на коленях, просишь. Стой, молча. И ничего не придумывай. Пытаются отвлечь нас, пытаются что-то придумывать, лишь бы удержаться. Ж выборы скоро, понимаете. Но если народ их еще раз выберет, то этот народ заслуживает того, что он имеет. Это такая опасная стезя, на которую становиться не стоит, на мой взгляд. Александр Эдуардович, вы в курсе, что в сети против вас организована целая кампания? То есть выдвигают различные обвинения в адрес вашей программы КПП. Звучат угрозы физической расправы в ваш адрес. Видно, своими выступлениями вы попали кому-то в нерв. Честно говоря, я не в курсе. Не в курсе? Потому что нет, я не являюсь членом интернет-сообщества, потому что не живу в матрице. А, собственно говоря, что они хотят? Вы знаете, удивительное дело. Вот одни недовольны вашей критикой Путина, другим не нравится ваше неприятие Бандеры. Интересно. Знаете, была такая игра, когда в детстве у нас море волнуется раз, море волнуется два. Знаю. Море волнуется три. Была такая игра. Ну, в связи с тем, что вы мне рассказали, у них, наверное, сейчас появилась новая игра. Быдло волнуется раз, быдло волнуется два, быдло волнуется три. Вы знаете, ничего удивительного нет в том, что происходят какие-то события, потому что холопы никогда не любили свободных людей. Всегда выражали свое недовольство ими. Хорошо. А вас не беспокоят подобные акции против вас? Напротив. Надо понимать, что все, что о вас говорят и пишут, кроме некролога, естественно, это реклама. Вы знаете, когда убили Кеннеди, вице-президент Джонсон, Линдон Джонсон, стал президентом. И потом, когда он баллотировался на второй срок, он своим помощником, своей команде сказал, значит, мое имя должно быть везде, включая туалетную бумагу. И если этого не будет, я вас просто разгоню. Ну, они понимали, что такое реклама. Я думаю, что какие-то там действия, вот эти вот, они, не знаю, прибавят к зрителям, тем зрителям, которые сегодня смотрят передачи КПП и в Нью-Йорке, и в Киеве, в Москве, во Львове, Германия, Израиль. Меня интересует не количество, меня интересует качество зрителей. Христос в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея говорил, что не мечите бисер перед свиньями. Меня интересует, конечно же, качество моих зрителей, и я знаю, что оно достаточно высоко. А тем, кто что-то там, не знаю, злобствует, могу ответить словами незабвенной Коко Шанель. Она сказала, а мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. Поэтому, чтобы они знали, что происходит на самом деле. Не, не, это чепухо, не обращайтесь. Кто, на ваш взгляд, эти люди? Расскажу вам замечательную историю. Это произошло 28 апреля 2015 года. Есть такая телекомпания «Академия», и у них была передача «Утречко». И вот на эту передачу однажды они пригласили постоянного участника всех обсуждений в интернете, там, форумов, чего-то еще прочего. Человек, который пишет и считает себя и блогером, и журналистом, и всем-всем-всем. Убирия Шмубирия – его ник. Да, фамилию говорить не буду, он и не называл ее, но мне она известна. Зовут его Леня. Леня Убирия Шмубирия. И он рассказывал, рассказывал об интернете. Я дословно, потому что я в свое время записал, и где-то у меня в архиве лежат эти записи, что высказывать свое мнение никогда не было безопасным, заявил. Причем он прячется под ником «Убирия Шмубирия» и высказывает свое мнение под этим ником. Самое главное было другое. Вы поймете, почему я говорю об этом. Ведущие этой передачи «Утречка», они спросили его, скажите, а вот как вам пишется, вот вы же все время там обсуждаете, как это происходит? И он им ответил. Причем я вам говорю совершенно дословно, что он им сказал. Ну так, вальяжно он им сказал, понимаете, пишется тогда, когда естественные нужды организма уже вышли. Пошел в туалет, а потом пишу. Ну как? Понимаете, я когда это услышал, я так очень долго смеялся. Вот о чем идет речь. Вот эти пишут. Я когда-то говорил, что это же рай для анонимщика, интернет. Они же раньше писали на заборах и на стенках в туалете. Ну можно было от дворника метлой отхватить. А сейчас они сидят себе. И мы же не видим, что он зачуханный, трусливый хорек, который клеймит позором там кого-то. Вот о чем идет речь. А кто пишет? Аноним. Дал же Бог фамилию, а? И вам говорю, и вам, Александр. Да не обращайте на это внимания. Это просто, ну, что бы они там ни говорили, что бы они там ни писали. У меня есть свой зритель, который меня ежедневно встречает на улице и говорят мне спасибо. Я не могу по-другому. Я понимаю, что, может быть, не было бы смысла мне делать передачу КПП, приходить на интервью к вам. Но, с другой стороны, я не могу подвести этих людей. Ну, не могу подвести людей, которые встречают меня и говорят, да, спасибо, мы с вами хорошо, продолжайте. Буду продолжать. Поговорим об Одессе и о тех событиях, которые происходили в нашем городе в последнее время. На ваш взгляд, что интересного было в Одессе в последнее время? Снег. Выпал. И, слава богу, растаял. Потому что дождь. Но первый день было туго, конечно же. И там что-то чистили. В основном на поселке Котовского, во-первых, широкие улицы. Во-вторых, там вот эта контора находится по очистке. Ну, и в-третьих, там они же все время готовятся, чтобы к выборам, чтобы поселок проголосовал так, как надо. А я так думаю, что он проголосует так, как надо. Их там постоянно немножко подкармливают Голубевы, Трухановы и так далее. Мне очень смешным показался рассказ начальницы департамента культуры Марковой. Она была в Норвегии. И она сказала, мне стыдно было за норвежских коллег из мэрии. У них там возле мэрии снег. А у нас возле мэрии снега нет. Мы сразу все там убрали и прочее, прочее. Конечно, после приезда телевизионной команды из круга вы сразу все убрали. Но, кстати, не в этом. Марково, в Норвегии, это севернее находится. Там может быть снег. Гораз, да. Поэтому стыдить норвежских коллег, ну это очень смешно. Потому что вам до норвежских коллег, как до Луны, а может быть и дальше. Что еще? Труханов. Труханов сделал ноги в отпуск, как говорят в Одессе. Не знаю, приехал ли. Одни говорят, приехал. Другие говорят, нет. Но, в всяком случае, есть информация о том, что дни его, как мэра, сочтены. И, наверное, в этом большая доля правды. Потому что однозначно он замешан во всем. На что обратило свое внимание НАБУ? Конечно же, будет предозра предъявлена. Конечно же, будут допросы. И не только его. Поэтому, ребята, смотрите. Я думаю, они держат руку на пульсе и понимают, что добром все это не кончится. Что еще в Одессе? Каникулы в вузах. За 26 лет дошли, что в вузах нет денег рассчитаться за тепло. И так как не должны мерзнуть студенты и болеть, решили, давайте мы до весны, пусть не учатся. Ну, там такие специалисты выйдут, как вы их учите. Но это вообще такой позор, что я даже считаю, что здесь нечего комментировать. Здесь можно только сожалеть о том, что за 26 лет независимости мы пришли к этому. Не хочется думать, что это итог этой независимости. Ну, и, конечно же, потоп, дождь. Не дай бог, еще сутки, двое дождя, и город просто утонет. Как сейчас уже утонула улица Балковская. Другие улицы там уже. Машины даже плывут просто почти по крышу. Дело в том, что ливневки забиты. Все ливневки забиты, и никто не занимается. Некогда, понимаете. Воровать и заниматься городом одновременно невозможно. Очень сложно. Они пока еще это не освоили. Они пока только первую часть освоили, городская власть. А еще вторая часть. Но я думаю, что эта власть уже не будет этим заниматься. Прискорбно. Прискорбно. то, что некогда европейский город превратился в не самый шикарный поселок городского типа под названием Одесса. А жаль.